26 мая 2016 года Инспектор ГИБДД Стоит, ждет прибытия Предполагаю, прибытие автобуса номер 021, 67 регион Сейчас на район телефон достанет Сотрудники МОСПАРКИНГА пришли Сотрудники МОСПАРКИНГА пришли В автобусе сидят Центр профилактики правонарушений Я снимаю не для этого Сотрудники ГИБДД На данный момент не выполняют свою работу Место расположения его Привокзальная площадь Белорусского вокзала Бросил свой пост Предполагаем, чтобы встретить автобус Предполагаю, что данный инспектор ГИБДД здесь будет появляться каждый ровный час Чтобы встречать автобусы Тут же достает Тут же к отправлению автобуса подходит Центр профилактики правонарушений Сотрудник Добрый день, товарищ инспектор Добрый день А вы специально бросаете свое место службы для того, чтобы встретить автобус? Моя служба здесь тоже Я понимаю Я от вас стоял, снимал Вы стояли, ждали прибытия автобуса Вы сейчас То есть следующий час Следующий час я предполагаю Вы снова здесь появитесь Возможно Ну невозможно, еще раз говорю Я так предполагаю Вы будете каждый час здесь появляться Бросать свое место службы Регулировку дорожного движения На тот момент, когда здесь прибывают автобусы, автостанции русской дороги Так вы можете ознакомить с доказательством? А лучше там дальше написано Если от русского Согласен? А? Согласен? Нет Согласен? Да А у вас будет русский на полу С тем же астанции Вы можете пропустить очередь Сейчас придет еще государственный инспектор Да Да Давайте, что есть Здравствуйте Центральное управление госинспекторнадзора По группе Москвы Старший госинспектор Дорогой Александр Александрович Хотел ли быть с нами? Мы можем пригласить для удобства в салон Автомобиля, чтобы это было Я здесь побыстрее Покорректнее и поудобнее Уважаемый инспектор, а куда вы с документами уходите? Ваш инспектор консультируется Вы не отходите Документ Сотрудник Моспаркинга тут же появляется Который, я предполагаю, будет ежечасно здесь появляться Каждые 15 минут вы здесь Официальное заявление ваше А можно ваш этот самый нагрудный знак увидеть? Вот вы опять начинаете составлять протокол, не соблюдав все меры Почему вы 51 статью и 52 не развеете? Потому что вы меня уже запутали Я вас запутал? Извините, пожалуйста, я не хотел Все, первая статья Гражданин В целом Вы запутали меня? Ну да, справа Да, имеет право Если действовать против себя Если есть право Неследство против себя Своих близких, родственников Своих супругов Средство которых Определен Федеральный закон А 52 гласит о том, что Каждый гражданин Российской Федерации Имеет право на защиту Правильно? Правильно, уважаемый инспектор Вот мы вместе с вами научились заполнять протоколы Тут же у нас появился Господин Родин И сотрудник ГКУ Товарищи, товарищ полиция Автобус отъезжает Подставил машину С каких? Товарищ инспектор занят Инспектор, вы не можете оформлять две Не надо его останавливать Инспектор, а вы можете создавать очередь? Давайте не будем Подожди, Миш Давайте не будем превышать Свои должностные полномочия Если вы занимаетесь Одним транспортным средством То занимайтесь, пожалуйста А вы это видели? Я вижу, что он заехал Здесь он не проезжал Еще раз говорю Вы это видели? Да Да О, сотрудники полиции Стой Добрый день, уважаемые Каким образом вы остановили транспортное средство? На основании чего? Представьтесь, пожалуйста Я представился водителям Водители, выходите, чтобы я представлял интересы перед органами исполнительной власти Миш, принесите мою папку Он не хочет, мне нужны ваши документы У меня... Подождите секундочку 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 Уважаемый товарищ полицейский Товарищ полицейский Вы... 51... Нет, сейчас представят вам документы Вам никто не отказывается Сейчас принесут документы Мои Я вам покажу, что я являюсь представителем Сотрудники в форме, подойдите, пожалуйста Подойди, Валер Данин Прочитай фамилии, имя, отчество Прошу вас предъявить документы Должность Чего? Главное управление МОД России Главное... Этот самый... Дата окончания Гражданин, вы будете предъявлять документы? Конечно, будет, гражданин Дата окончания Какие вам документы необходимы? Какие документы вам необходимы? Какие документы вам необходимы? Документы, удостоверяющие личность Паспорт, покажи Все, документы мои видели Еще показывать вам? Нет, я увидел Убедились, что я сотрудник полиции Паспорт, покажи Андрей Викторович Документы на машине А с какой целью? Можно уточнить обращение? Вы обязаны объяснить Цель, причина Водитель, объясните Цель, причина обращения На основании чего подвозите гражданин? На основании чего? Обязательно покажу Мне никто не хочет ее смотреть Подожди Подожди секундочку Еще раз Я не слышал из-за чего Вот это все Вы дублируйте Пожалуйста Уважаемый сотрудник полиции Можно вам предоставить доверенность? Уважаемый сотрудник полиции Можно вам показать доверенность? Уважаемый сотрудник полиции Можно вам предоставить доверенность? Вы не слышите с первого раза. Вы препятствуете действия сотрудника полиции. Кто не препятствует? Я вам хочу показать генеральную доверенность. Предъявляйте генеральную доверенность. Вы мне представитесь, кто сотрудник полиции? Представитесь, нет? Фамилия, имя, отчество. Ставься, лицарь, полиция, Аксенов. Это хорошо. Управление внутренних дел по Центральному административному округу. Очень рад. А сейчас мы найдем. Вы просто это самое, бабки свои задавливаете. Мне неудобно еще. Изгарить. Вот так прям ко мне близко туда. Так, чтобы было... Кажданин, необходимо значит от вас лицензия на осуществление перевозок. Она имеется? Имеется. Предъявите ее. То есть она есть, вопросов нет? Есть. Лицензии нет. Мы являемся заказными перевозками. Смотрите, чтобы вы понимали. Дай договор о фрактовании. Доверенность. Станция Русская дорога. Сынка, Соколовая, Санатовская. Сынка. Сынка, Сергей Игоревич. Это кто? Это я. Вам паспорт потом? Соответственно, никаких проблем. На видеокапе. Сынка, Сергей Игоревич. Сынка. А автомашина на кого? Согласно договор о фрактовании. Согласно договор о фрактовании. Можете с ним познакомиться. Покажите свидетельство, на кого? Собственник вы, фирма? Русские дороги. Еще раз говорю. Согласно договор о фрактовании. Можете с ним познакомиться. Вы можете посмотреть, что в договоре прописано. На момент заявки, заказа, транспортное средство передается нашим подчинникам. Ну, если простыми делами. Собственник автомобиля кто? Собственник Новиков. 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 Неданный гражданин. Соответственно, доводитель. Правильно. Значит, смотрите. Сейчас будет составлен административный протокол по статье 14.1, часть 2. Я ее разъясняю вам сейчас. Да, конечно. Осынение предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии. Секундочку. Не подождайте, я вам расскажу. Нет, у нас есть. У нас есть. Лицензии все-таки есть. У нас молодой человек. Согласно договор о фрактовании. А, как вас зовут? Меня Ренат зовут. Ренат, я вам объясню. Заказные перевозки, для осуществления заказных перевозок, лицензии не требуют. Согласно секундочку. Я знаю, что вы скажете. Если вы знаете. Я все знаю. Я составлю административный протокол. У нас есть. Моя задача доказать систематичность, регулярность ваших рейсов, то, что вы отправляетесь в одно и то же время, каждый день. Я понял. Задачу уже оскорить. Пожалуйста. Секундочку. Я вам объясню. В порядке. Можешь обжалывать. Дай мне это самое уведомление. Начало предпринимательской деятельности. Пожалуйста. Вот этот документ умеряется. Далее. Смотрите. Представьте документы. Пройдемте служебный транспорт для составления административного протокола. Зачем проходить? Я же для транспорт не покину. Составляйте здесь. Граждане могут покинуть транспорт. Машина больше никуда не последует. Протоколом изъятия машина отправится на спецстоянку. А на основании чего вы отправляете? Как предмет административного правонарушения? С ума сойти. То есть вы конфискуете транспорт на съезде? Нет. Решение конфискации принимает судья. Конечно. До решения суда автомашина будет изъята. Будет изъят. Я понял. Давайте дальше сказать. Я не могу сказать. Во-первых, если у вас есть какие-либо предположения по поводу того, что данное транспортное средство действует незаконно, еще раз говорю, пожалуйста, выписайте протокол. То, что правопочен, то, что я состав увидел, я составлю. Мы его. Еще раз говорю. Копии вам вручу. Дальше можете мои действия обжаловать. Мы не согласны. Мы не согласны. Хорошо. Соответственно. А, кстати, вот, прошу прощения. Не посмотрел. Ознакомьтесь с моим. Где Игорьевич? Транспорт на Новику? Я могу составлять протокол административный в отношении данного гражданина, а транспортное средство придадлежит в slip1 У Новику. До решения суда я и снимаю. Еще раз говорю, транспортное средство принадлежит господине. Практика такая у нас есть. Пожалуйста. Что практика такая есть? В Zap2N onion. До решения суда? Водитель на данный момент что нарушил? Так, предмет право нарушения. Водитель на данный момент что нарушил? Водитель подводит граждан без лицензии. Соответственно, департамент транспорта, еще раз, согласно закону Российской Федерации, достаточно уведомления на осуществление принимать в суде заявление. Я вам еще раз говорю, я составлю административный протокол. Далее, гражданин, прошу вас проследовать в служебный транспорт для составления административного протокола. Вы пойдете? Создайте здесь, гражданин. Я не покину. Тогда придется применить физическую силу в отношении вас. Почему? Это приказ покидать транспорт. Я составлю административного протокола. Составляйте здесь, они отказываются. В сторону отойдите, пожалуйста. Надо меня толкать. В сторону отойдите, пожалуйста. А что? А что? Я бы даже не встал. Задерживаю его толку. Задерживаю его толку. Чего меня вообще толкают? Зачем меня толкать? Я пройду. Сейчас пройдем. Сейчас все вместе пройдем. Сотрудника полиции, что бросается? Неправда. Я бы от мужчины отталкивался, который в жиданской форме. Я его знать не знаю. Я тоже сотрудник полиции. Майор полиции. Ну, по вам это не видно. Вы не представились. Пройдем автобус. Сейчас пройдем. Гражданин, вы будете доставлены в отдел по Тверскому району. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Я же не отказываюсь. Я на камеру? Нет. То я сейчас пройду. Он не представился, что моя полиция. Да. Он-то мне не представился. Миша, дай мне, конечно. Он мне не представился, правильно? Да. А вы с какой целью здесь говорите? Я тоже сотрудник полиции. Тоже сотрудник. Алло. Алло, Виталь. Приехали опять те же самые полицейские. Забрали водителя точно так же. Мишу забрали. Мишу забрали. Насильно вы забрали его для составления протокола. Из автобуса. То есть вы ему сказали, хотите составляйте, пожалуйста, на улице составляйте его. Силой вывели из автобуса. Я могу идти. Вы меня задерживаете. Алло, да. Вы меня задерживаете. Меня их старший. Я могу идти. Представьте мне старшего. Кто меня задерживает? Я звоню в ОСБ. Представьте меня старшего. Кто меня задерживает? Не надо мне сейчас, мне прямо сейчас предоставят. Сейчас приедет наряд, меня заберут. Кто меня задерживает? Основание задержания и фамилия. Он меня задерживает. То есть вы меня не задерживаете? Ну он подойдет, он меня и задержит. Я пошел. Задерживает будет Ренат. Все, конкретно он. Пускай он выйдет. Я сейчас в УСБ сразу звоню. Сейчас меня заберут в Перстуру. Я буду по-другому разговаривать. Можно выйти, чтобы мне на него пожаловаться? Не, не, не. Вот я пацал, это... Вот я пацал. Не надо сюда заходить без разрешения. Выйдите и спешите, отравьте. Отравьте. Давай. В УСБ хочу позвонить. Товарищ инфекция, можно куда-то ставить? Да. Вы меня не задерживаете? Да. Да. Тогда я пойду гулять. Да. Пойдем гулять. Господин Родина здесь у нас консультирует сотрудников остальных. Сотрудник угадан, получает от Родины какие-то показания. Офицеры России свидетелями, да? Мимо шли. Мимо шли, зашли. И увидели все. Офицеры. Видишь, даже удостоверение очку предоставить. Сюда послали. Сотрудники не виноваты. Они выполняют указания высшестоящего руководства. Представиться можно, чего они боятся. Они же на службе находятся. В каждом мною будут заниматься? Или мы в очередь присядем? Документы. Все забирайте. Что там, Андрей, задержан или арестован? А? А ты? А ты? Пока не знаю. А как? Вот так? Подвольте. Мне казалось, что автобус арестовать можно только по решению суда. Не, не. Видишь, выставят машину. Все. Судья обжалуют. Автобус арестован без постановления суда. Основанный только на доводах и инакомыслии сотрудника полиции. Дневные с 9 до 21 часа. Без обеда и выходные. Смешные цены. У вас прямой эфир, что ли? Да. А что снимаем? Так, сотрудник угадный, передает данные, нарушая статью. А, в этом плане? Да. Вы уверены, что это именно? Ну, это мои мысли. Ваши мысли? Ну, держите их при себе. Хорошо. Я же их и держал. Вы спросили, я бы ответил. Вот сегодня сходил в автобус. Сейчас с сотрудником технодзора пообщается. Обнялись. Сейчас паркинг. Проинформирует, проинспектирует, что делать. Патруль прибыл. В главе с подполковником. Целый подполковник у нас приехал. А можно узнать основание задержания? Не, не, основание за что забирают? Пиши, ах, задержание, чтобы дали на руки копию обязательно. acle ожидательный пентруль. Аgr multicultural турнир zich позвонит? У меня Cats Osorokina, я же не дочитал. Присаживайтесь, пожалуйста. Присяду, я дочитаю. Что Бог сказали? Присаживайтесь. Достарения не будут разilippilated. Документов нет, вы уже начинаете машину эвакуировать. Все есть, но что вы переживаете? Где они есть? У нас они есть. А они здесь у водителя? Они у водителя нет, я представитель собственника транспортного средства, которое вычисло в Песковом. Чего вы здесь встретились? Я все снимаю. Номер машины, как подъехали, все, подошли. Где протокол? Я еще раз говорю, это водитель, я собственник транспортного средства. Представитель, генеральный доверенный. Да я не знаю, слышите вы на них. Хорошо, давайте по-нормальному. Почему конфискуется машина, грузится? Протокол стоит на водителя. А он же не собственник? Здесь? Ребят, почему тут собственник? Секунду, секунду. Почему машина эвакуирована, не отдана на ответственное хранение мне, собственнику транспортного средства? Что нам написано в этой статье, которая вам дает? Кроме того, с изъятием или бестокровой? Еще раз говорю, на основании чего его конфискуют? Ну, мы не скинули, что диаграмма не скинули. Хорошо, давайте. Видите, вот эта стопка документов, это все для вас. Сейчас, чтобы вы не конфисковали эту машину. Мне не дает возможности ознакомить с ней, с тем человеком, который составляет раб. Давайте вместе зайдем с вами. Так, машина уже стоит. Подождите секунду. Машина уже стоит. На эвакуации машина стоит. Вот документы. Это запрос из Минтранса, который ответит на все ваши вопросы. Я вам хочу это рассказать, что вы сейчас нарушаете закон. Элементарно, на основании чего вы конфискуются машины. Мы только сейчас открыто заговорили, а опять будут открыты, что... Нет, ну, еще раз, ну, объясните мне, объясните. Я с вами, я не повышаю голос, я нормально рассказываю. Так, я уже нормально рассказываю. Ну, на основании чего вы сейчас конфискуются машины. Потому что статья подразумевает изъятие орудия, совершение права решения. Я понимаю, протокол из-за чего составляет? За 41 часть 2. Объясните мне, пожалуйста. Я не грамм. Товарищ расширял регулярные перевозки, у меня есть благородные сообщения. А это ж только суд может доказать, что они регулярные. Секунду, 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 секунду. Нет, так вы уже арестовали транспорта. Рома, подожди. Вот здесь вот документы из Минтранса, которые говорят о том, что данные перевозки имеют место быть. И то, что вы сейчас инкриминируете, это не является регулярностью. Смотрите, у вас есть права в жалобе, правильно? Можно посмотреть? Ребята, еще раз говорю. Я вам, я вам сейчас представляю на месте доказательства того своей невиновности. Вы, не желая ознакомливаться с этими доказательствами, конфискуете транспортное средство. Хорошо, вы изымаете транспортное средство, вы задерживаете водителя. И тем самым, я вам еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Здесь ответ из Минтранса о том, что мы ведем законную деятельность на территории Российской Федерации. Вы ознакомливаться с этим не желаете. Сними на камеру. Ознакомливаться не желаете. Сейчас сотрудник составит... Почему транспортное средство изымается, а не оставляется мне на ответственное охранение? Вы сейчас всеми возможными и невозможными способами пытаетесь конфисковать автобус. Ваша цель, я считаю, что может быть коррупционной. А, то есть вы сейчас просто меня задерживаете, да? Чтобы я не смог дальше заниматься. Я сам общаюсь. Вы вопросы задаете? То есть я вам вопросы задаю, вы ни на один вопрос мой не ответите. Стройники ГКУ подтянулись. Стройники ГКУ. Советуют, рекомендуют. Конечно, вы приезжаете, нарушаете закон. Я вам объясняю, что мы имеем право. Но тем самым вы дискредитируете А-1, вы несете нам материальный ущерб своими действиями. Ну, обжалуете, все нормально. Проблемы-то какие-то. Водитель имеет право на защиту. Это прописано в Конституции. Я являюсь его защитником. Сообщите по-русски. Он сейчас не видит меня. Сообщите по-русски. Я к вам вежливо обращаю. Сообщите по-русски. Давайте я зайду сообщу. Почему? Вы нарушаете его? Там находится водитель? Водитель совершенно верно имеет право на защиту. Но осталось ничего? Усного соглашения. Усного соглашения является. Кто это сказал? Конституция описана для всех. Если вы нормативный акт, вы говорите, что вы это... Я вам не сказал, вы не... Понятно. Подождите, господа. Удовлетворение. Где этот сам протокол? Айбайовый 9. Выдали его, айбайовый 9. Мне протокол, айбайовый 9. А потом у него можно попросить. Нет, подождите. Я здесь являюсь представителем... Я представитель собственника. Водитель передали. Дайте мне. Я представитель по поводу машины. Давайте сюда. Дайте мне сюда перед тем, как вы машину эвакуируете. Я еще раз говорю. Мне генеральное доверенно. Понятно. Благодарю. Отталкивает сотрудника. Я проезду транспортного средства. Опять вы крадете транспортное средство. А второй раз... Да второй раз крадете транспортное средство. Держит. Незаконная эвакуация. Без представления каких-либо материалов. В машине находилась.